Здравствуйте! Это новости Дагестана. Я Фатима Буталибова. И вот главные темы на сегодня. Дагестанский журналист сообщил Путину о проблемах людей с ресурсоснабжающими компаниями региона. Президент обещал разобраться. Грязный воздух. Махачкала вошла в рейтинг городов, где дела с экологией обстоят плохо. Альпинисты Деда Мороза необычным способом поздравили маленьких пациентов в детской многопрофильной больнице волонтеров. Более 7 тысяч дагестанских имен в одной книге. Об авторе и презентации уникального издания расскажем в выпуске. Сегодня состоялась ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Пустина. Вопросы главе государства смогли задать представителям региональных и федеральных СМИ. Прозвучал вопрос и от представителя Дагестана. Директор Республиканского информационного агентства Магомед Магомедов попросил главу государства вмешаться в проблему с ресурсоснабжающими компаниями в регионе. Магомедов, в частности, обратил внимание на то, что большинство этих организаций частны и влияние местных властей на них ограничено. Республику сегодня сотрясает некий такой энергетический кризис. При этом он практически во всем. В водоснабжении, электроснабжении и газоснабжении. Проблемы эти накапливались десятилетиями. Это не проблема сегодняшнего дня. Но есть понимание ваше, мы это видим. Есть понимание главы республики, федерального собрания. Но при этом проблема не решается, так как она связана в большинстве своем от коммерческих структур, реализующих свою работу в республике. Владимир Владимирович, нам нужно ваше содействие. В 1999 году Дагестан был важной частью истории России, новейшей истории России. Сыграл не последнюю роль. Сегодня, наверное, жителям республики как никогда нужно ваше влияние, чтобы представители тех или иных энерготранспортных, в первую очередь, структур, которые находятся под управлением Россетей, Газпрома, Росгидро где-то, чтобы они уделили внимание и начали не только собирать какие-то дивиденды в республике, а и вкладываться в эту инфраструктуру, чтобы люди сегодня имели возможность иметь достойную, качественную жизнь в республике. Еще раз приглашаю вас в республику Дагестан на юбилейный год Расула Гамзатова. Мы знаем, как вы относитесь к Дагестану, и вы знаете, как Дагестан любит вас. Спасибо. Да, секундочку, Магомед. Мне бы все-таки хотелось поточнее понять, в чем сейчас конкретно проблемы, связанные с энергетикой, заключаются. Я вам скажу так, Владимир Владимирович. Дело в том, что энерготранспортные системы в республике, они очень сильно изношены, либо не могут выполнять вот ту функциональную нагрузку, которая сегодня необходима. В связи с этим есть, конечно, проекты, которые в регионе реализуются руководством региона, но руководство региона тоже не может справиться с этим, потому что на уровне жителей кажется, что нет понимания тех коммерческих организаций, которые представлены в республике. От них больше зависит, от них зависит, как работает вот эта система. А вертикаль, она такова, что они управляются где-то вот из федерального центра, а не из республики. И механизмов влияния на месте нет. Вот такая проблема. Какие это компании? Скажите. Электричество, электроснабжение. Это какие? Сетевые компании? Сетевые компании, да. Россети? Россети? Ну, наверное, подведы Россети. Я не готов вот точно ответить. Ну, да, хорошо, я разберусь. Что еще? Потом водоснабжающие компании. Водоснабжающие? Водоснабжающие, да. Какие-то находятся в руках коммерческих там компаний, вот российских. Тоже, наверное, имеют отношение и круз, гидро. И достаточно большая проблема с транспортировкой газа в селы. Спасибо. Да. Я обещаю вам, я, конечно, этим позанимаюсь. Россети, наверное, там есть какие-то подразделения Россети. Что касается водоснабжения, это надо посмотреть, как руководство республики это организовало. Это является, значит, водоснабжение и сети водоснабжения и водоотведения, они на республиканском балансе, либо переданы в управление каким-то коммерческим структурам. С этим просто нужно разобраться. То же самое, ну, Росгидро, Росгидро, надо посмотреть. Я сейчас не могу ответить по каждому из этих вопросов, но точно совершенно, ну, представляю, чем там может идти речь. Мы поразбираемся, хорошо? Спасибо, Владимир Владимирович. Да. Но хочу передать, попросить вас передать самые лучшие пожелания с приближающимся Новым годом, потому что, действительно, Дагестану у меня особое отношение. Но, собственно говоря, значит, работа в Дагестане сейчас, видите, является известным карьерным трамплином для руководства республики. Владимир Абдулевич стал руководителем фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. Махачкала вошла в список городов России с наиболее загрязненным воздухом. Это следует из официальных данных экологического мониторинга, который провели специалисты Минприроды России. В столице Дагестана отмечен высокий уровень загрязнений как минимум три последних года. Всего в экологически неблагополучном списке более 30 городов разных регионов страны. Уже летом следующего года они могут войти в обновленную программу «Чистый воздух» по нацпроекту «Экология». Проект по замыслу должен уменьшить вредные выбросы как минимум на 20%. На это из внебюджетных источников выделено более 500 млрд рублей. Три человека пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в Каспийске, в том числе и ребенок. Все произошло в квартире на третьем этаже в новостройке. Взрывной волной были выбиты окна и двери. У пострадавших зафиксированы термические ожоги лица и кистей рук третьей степени. Родители и их дочь госпитализированы в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале. Эвакуацию жертвцов не проводили, поскольку несущие конструкции дома не повреждены. Причины утечки газа выясняются. И к другим темам. Председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Замбии Азимом Ярахмедовым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в разных сферах и выразили взаимную готовность для совместной работы. Было отмечено, что в Республике проходят обучение студенты из Замбии. Напомним, что Азим Ярахмедов был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Замбии указом президента 7 декабря этого года. Прямиком из Великого Устюга. Сегодня на Махачкалинском вокзале состоялось мероприятие поезда Деда Мороза. Для детей, их родителей и гостей столицы выступили артисты и аниматоры. После официальной части для дагестанцев организовали передвижную резиденцию, в состав которой включена приемная Деда Мороза, вагоны для проведения игр и квестов, а также вагон-ресторан и вагон-лавка. Отметим, что уникальный проект «Поезд Деда Мороза» стартовал 5 декабря и продлится 41 день. Его маршрут пройдет через 36 городов России и завершится в канун Старого Нового года, 13 января. А вот следующие герои нашего сюжета решили поздравить детей необычным способом. Впервые в Дагестане Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов детских больниц. Поздравления для малышей в рамках акции «Новый год в каждый дом» подготовили добровольцы республиканского клуба «Мы вместе» и регионального всероссийского студенческого корпуса «Спасатели». Подробности в сюжете. Запуск ежегодной акции «Новый год в каждый дом» стартовал с детской многопрофильной больницы, где более 200 маленьких пациентов стали свидетелями, как Снегурочка на автокране, поднимаясь вдоль фасада здания, призывала малышей позвать Деда Мороза. В этот же момент одновременно три Деда Мороза стали спускаться с крыши по специальным тросам. Заряд позитивных эмоций получили не только дети, но и медики, примкнувшие в этот момент к окнам палат. Для нас очень важно подарить такое чувство праздника, чувство сказки для детей, которые находятся на очень длительном лечении. И инициатива, которая была выдвинута волонтерами-медиками, в том числе как членами клуба Министерства по делам молодежи и нашими спонсорами. Конечно, спасибо им огромное за то, что они предоставят подарки, такое шоу организуют. При подготовке к поздравлению волонтеры приложили немало усилий. Они прошли специальную высотную подготовку альпинистов. И несмотря на мороз, заглянули в каждое окно, подарив детям не только праздничное настроение, но и сладкие презенты. Организаторы верят, что такая атмосфера поспособствует скорейшему выздоровлению маленьких пациентов. Но сетуют, что в некоторых медучреждениях отказали в проведении праздника. Сама акция, конечно, сложная, интересная, но в то же время сложная. Ребята должны быть и физически готовы, и климатические условия. Конечно, несмотря на снег, дождь, спасатель в любое время должен прийти на помощь. Это добровольцы корпуса спасателей, будущие спасатели. Сегодня тоже столкнулись с определенными трудностями. Но думаю, с каждым годом будем улучшать все лучше и лучше. И другие медицинские учреждения, как правильно выразиться, тоже поддержат нашу акцию. Потому что не все поняли, восприняли, что мы им предлагали провести. Может, сейчас увидят благодаря вам по телевидению. И в следующем году тоже подключатся к акции. Акция продолжилась в палеоативном отделении детской клинической больницы. Подарки получили все. А детей из интерната забота. Волонтеры порадовали не только сладостями, но и теплыми пижамами, необходимыми в холодные зимние вечера. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Спасибо большое. Лариана Шемхалаева, Салман Гетихмаев. Новости ННТ Махачкала. Журналист и исследователь Гаджи Алхасов составил книгу, в которой собрал более 7 тысяч дагестанских имен с их родословной. Свой труд автор назвал «Свод исторических имен Дагестана». Накануне в Национальной библиотеке прошла презентация издания. По словам экспертов, научный труд Алхасова представляет собой знаковое явление в историографии. Многие выступавшие назвали книгу монументальным изданием. А известные историки видят в ней достоверный источник при своих исследованиях. Я себе ставил задачу, одной из главных задач, создать общий дагестанский контент участников дагестанского исторического процесса. И с этой точки зрения, я думаю, что задачу выполнена на 5. Книга удалась. Она могла бы быть еще больше по объему и по содержанию, но издательские возможности, финансовые возможности не позволяла. Нам пришлось еще 400 страниц снять с этого. Уже начата работа над изданием второй книги, которая, по словам автора, будет более объемной и содержательной. Культурное наследие Дагестана под охраной. В республике реализован проект создания отряда общественных инспекторов, которые принимают активное участие в области охраны объектов культуры. В рамках этой инициативы волонтеры посетили районы и города для проведения мероприятий по благоустройству культурных объектов. Были проведены работы по уборке территорий и восстановлению архитектурных ансамблей древнего аула-призрака Гамсударь. Приведены в порядок территории в селении Хучни Табасаранского района, посещены Ахтынский район, а в Буйнакске провели акцию по благоустройству воинских захоронений и прилегающих к ним территорий. В заключительной поездке волонтеры посетили место, где ведутся археологические раскопки в Дербенте. Кроме того, они провели уроки о добровольчестве в сфере культуры в учебных заведениях Дагестана, где рассказали о своей деятельности. Добавим, что проект реализуется при поддержке Министерства по делам молодежи республики. Лучники из Махачкалы не знают себе равных. Накануне на стадионе имени Елены Сембаева завершили с первенства и чемпиона Дагестана по стрельбе из лука. Борьбу за награды вели в стрельбе из классического и блочного лука. Турнир собрал 12 команд. В меткости состязались почти 100 участников. Самой титулованной из них стала обладательница Кубка Европы среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Бариат Мирзалиева. Лучший результат с большим отрывом показали столичные лучники. В их активе 14 первых мест. Следом идут команды Каспийска и Кизляра. Дагестанские борцы греко-римского стиля выиграли 8 наград на мастерском турнире в Ростове. Ежегодные соревнования памяти Вартареса Самургашева собрали в ведущих классиков России. Единственное золото в копилку республиканской команды принес Айгази Минатулаев. Махачкалинец стал первым в категории до 77 килограммов. В финале он разгромил хозяина ковра Ираклия Каландия. Также в активе дагестанцев 3 серебряные и 4 бронзовые медали. И на сегодня это все. Смотрите нас также на сайте nnttv.ru. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин